Сладкий запах в цехах и теплая атмосфера на общезаводском собрании. Глава города и председатель Уваровского городского совета народных депутатов в рамках встреч с трудовыми коллективами побывали в гостях у тех, кто занимается переработкой сахарной свеклы и обеспечивает популярным продуктом население страны. Сахарный завод – одно из крупных предприятий города, является неотъемлемой его составляющей, живет в унисон со всеми жителями, часть из которых трудится на заводе. Мы хотели, действительно, такие встречи проводим в коллектив, потому что для нас очень важно слышать, видеть, действительно общаться. Мы не скроем, что сахарный завод является нашим не только экономическим партнером, но и социальным партнером. Много социальных проектов делается, всегда откликается на нашу просьбу, потому что мы живем на одной территории, мы все жители города. Но не только единство территории объединяет завод и город, а еще и общей победой успешной реализации социально значимых проектов в 2017 году. Дома культуры малых городов, комфортная городская среда, народная инициатива, парки малых городов, народный бюджет, строительство нового кадетского корпуса и социального дома с яслями на первом этаже и квартирами для специалистов образования и здравоохранения на верхних. Как не порадоваться заметным переменам в облике родного города? Вся работа, как отметил Владислав Денисов, построена для того, чтобы максимально охватить существующие проблемы. И работа будет продолжена дальше, а направление ее необходимо выбрать совместно с жителями, предложения которых не остаются без внимания. Мы встречаемся с коллективами, мы встречаемся с людьми, слышим вас, вы даже об этом не сомневаетесь. И обязательно доносим, вот именно депутаты доносим до нашего главы все вопросы, которые вы ставите. Встреча с коллективом – отличный повод воспользоваться присутствием руководства города и задать вопрос, к примеру, как будет решена проблема с ремонтом дорожного покрытия на территории детского сада «Солнышко», где опеньки, коряги и неровности малышей могут и шишки набить. Асфальтное покрытие в очень плохом состоянии, дети падают, коленки до такой степени разбиваются, но даже жалко детей. Полностью согласен, очень травмоопасно. Планируем на следующий год уже, сейчас работаем, на этот год, на 18-й год, планируем все эти корни, все эти выдвигающие части, которые мешают детям пройти по дороге, убрать и немножко сориенировать, для того, чтобы было удобно. С полутора до порядка шести тысяч тонн сахара в сутки так увеличилась мощность завода за последние годы. Об этом руководству города и народные избранники узнали из экскурсии по производству, которая состоялась сразу же после встречи с коллективом. О сложном технологическом процессе превращения сладкого корнеплода в сахар рассказал директор завода Константин Довбыш. Галина Зайцева, Виктор Викторов, НашГород.